Слава Господу Он просит, чтобы Господь благословил предстоящее лечение, которое будет на следующей неделе ему предстоять. Химиотерапия, это сложно, и мы все понимаем, но все в руке Господни. Он также благодарит за Лену, которая прошла операция, и мы благодарны Богу за это. Также Гинсбург Леонид благодарен Богу за то, что проверили его сердце, сердце оказывается хорошее у него, будет жить долго. Но с рукой еще у него проблема будет, на это обследование будет у него на неделе, чтобы Господь благословил. И он просит, чтобы молились об этом. Если есть нужный или благодарность, можно еще сказать. Николай Матвеевич просит за своих детей, за Игоря, за брата Павла. Мы молимся. За Андрея, которого молились, его ноги в порядке, перематывают просто пальцы, потому что слава Богу. Слава Господу. За Ваню. За Ваню. За Николая, Ваню. Мы также молимся за всех миссионеров, которые несут служение в разных местах, чтобы Господь благословил тот рак, который, знаете, также носит имя Библия, чтобы люди могли входить, не выходить равнодушными. Потому что Слово Божие, оно меняет людей, и мы благодарны за это. Я знаю, что многие, может быть, имеют нужные, но они не говорят, но Господь знает каждое сердце. Давайте помолимся. Любящий нас, Создатель Господь, мы действовали перед тобой в этот час. Благодарный Тебе, что Ты наш Бог. Благодарный Господь за то, что сегодня мы пришли на это место, чтобы нам вместе прославляться Твое имя. Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость, за Твое долготерпение к нам, Господь, особенно к тем, которые еще не приняли Тебя в свое сердце. Господь, мы просим стучить в сердца тех, которые еще не знают Тебя, как лично спасение. И многие знают о Тебе, Господь, но не знают Тебя, как личного спасителя, как Господа. Господь, мы просим стучить в сердца, чтобы они могли открыться и найти Твой путь спасения, потому что Ты есть пастырь добрый, Господь. Слава Тебе за то, что Ты, Господь, некогда пришел на эту землю, чтобы искупить нас и даровать нам жизнь и жизнь избытка. Мы проносим Тебе за все славу. Господь, благослови нас, склоненный перед Тобой в этот час. Благослови, Господь, предстоящее лечение Павла Лавриуса, Господь. Ты видишь Его, Господь, сердце, Ты видишь Его состояние и духовное, и физическое. Господь, Ты сам прикоснись и даруй Ему и духовное исцеление, и физическое исцеление, чтобы Он мог приблизиться к Тебе. Благослови сегодня, кто еще стоит на распуте, наши молодые братья, сестры, наши родственники, Господь, которые еще стоят медленно. Ты стучи в сердца, чтобы души их не погибли, но чтобы они могли прийти и найти Твой путь спасения. Кому предстоит обследование, Господь, на неделю, Ты сам, Господь, прикоснись к больному месту, Господь, даруй, чтобы был правильный диагноз. Мы просим, все не осталось без милости Твоей. Благослови, кто сегодня на отдых болезни, кто в переживаниях, в скорбях. Всех поддержи, благослови. Всех миссионеров, Господь, которые несут Слово Твои в разных местах, Ты благослови Твоим благословеем. И даруй нам жить так, Господь, чтобы Ты был в виде нашей жизни. Благослови это служение, благослови Слово, благослови участие, чтобы и в этом прославилось и возвеличилось Твоё имя. И да будет имя Твое благословенно, прославлено, возвеличено, Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Номер 18. Брат, напомни опять звуки слов любви. Номер 18. Брат, напомни опять звуки слов любви. Что я сердце Бог Понят, в праве слом любви. Кресты не прольются, не буду трясется. Славьте Христа! Славьте Христа! Славьте любовь Христа! Славьте Христа! Славьте Христа! Славьте любовь Христа! Сам Спаситель мир принес кистою любви, И в глазах у Теху слез кистою любви. Без любви вещает, прежний ход кращает, Славь и Христа! Славь и Христа! Славь и Бог Христа! Славь и Христа! Славь и Христа! Славь и Бог Христа! Ищет радостью святой, звуки слов любви, Без любви вещает, прежний ход, звуки слов любви. Без любви Христа! Славь и 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 Бог Христа! Мы еще будем петь номер 745. Иисуса, имя сладко мне. 745, номер сборник. Славь и Христа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы много находим имен Господа, но Бог един, просто Он открывается в разных характерах для нас, чтобы мы Его больше поняли, за что могли, чтобы больше Его прославить, за то, чтобы могли больше поблагодарить Его, потому что Он наш Господь. Интересно то, что я хочу одно место Священное Писание прочитать очень короткое, но очень знакомое. Это притч 18 глава, 10 стих, там говорится очень важные слова для нас сегодня, верующих людей, Он говорит такие слова для нас сегодня. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и что? И безопасен. Братья и сестры, кажется, эти слова стали, они уже, знаете, крылатыми словами у верующих людей, мы понимаем, что, ну а на самом деле, что это такое для нас сегодня, для тебя и для меня? Вы знаете, о безопасности сегодня люди говорят много. И люди желают жить в безопасности, оградив себя. И я знаю, что это очень хорошее состояние, когда человек видит, знаете, безопасность в своей жизни. И сегодня, знаете, мы понимаем, насколько мы хотим оградить и себя, оградить наших детей, наших родных, близких. И мы думаем, что мы ехали в Америку, знаете, мы себя оградим, мы будем жить в безопасности. И знаете, мы так думали, и мы так желаем это. И я думаю, что, да, мы от чего-то можем избавлены, мы от чего-то можем сохранены, но есть ложная безопасность и есть настоящая безопасность, которую сегодня люди мало видят. Но Слово Божие открывает это для нас. Сегодня, знаете, люди стараются огранить себя. Но сегодня, знаете, есть разные виды безопасности. Когда мы посмотрим, знаете, на жизнь людей, люди хотят ограничить, знаете, энергобезопасность, да? Вы понимаете, что такое энергобезопасность? Ну, закопать там несколько бочек бензина на Бекьярде, чтобы, знаете, как-то было у нас, хоть на короткое время какое-то впереди, чтобы у нас был бензин. Или, знаете, если государство, то, знаете, запас газа иметь какой-то. Или запас нефти. Ну, вот на крае сейчас проблема с углем, да? Вот, ну, нет угля. Нет угля. Сказали, несколько дней, там, может быть, месяц максимально, и уже все, электричество, может быть, кончится. Потому что нет угля. Нет этого запаса. Нет этой безопасности. И сегодня люди переживают. И когда люди, знаете, когда-то что-то имеют, о, ну, хотя бы у меня нас на год есть, это очень хорошо. Знаете, есть такая интересная продовольственная безопасность. Ну, для нас это, конечно, известно. Когда мы покупали несколько мешков сахара, и там крупы, и там, знаете, может быть, еще что-то, муки, может, заготавливали. Чтобы это было не на один день, даже хотя бы не на один месяц, а на несколько, а на период. И мы понимали, что когда мы что-то имеем, мы безопасны. И даже если, может быть, нигде ничего не будет, а у нас это есть. И мы понимаем, что как хорошо иметь эту безопасность. Да и в государстве мы понимаем, что когда государство что-то имеет, И вы помните момент, когда Иосиф скупил весь Египет, да? И действительно был урожай, и он сохранил урожай, и приобрел весь Египет для фараона. Мы видим, насколько это было важно. И один человек, знаете, у одного человека, Слово Божие открывает, говорит, был большой урожай на поле, да? И он это, знаете, собрал, все вроде, душал. На многие годы, не просто не на дни, а на многие годы хватает. А Христос сказал очень важную истину, безумец, сию ночь душу твою возьмут, а кому все это останется? Вроде кажется, по-человечески все правильно, все так логично, но интересно, что у этого человека не был Господь, не был Господь его безопасностью. Сегодня Слово Божие обращается для нас, чтобы мы могли пересмотреть свои приоритеты, чтобы Господь стал нашей безопасностью. Когда, знаете, самолет летит, да? Когда самолет летит, идет, тряханет турбулетности, знаете, и все хватаются за кресло. Все переживают, знаете, в переживаниях. Но верующий человек понимает, понимает, что все-таки и там безопасность это Господь. Нет, безопасность это Господь. Сегодня мы понимаем, насколько, даже если, может быть, у нас будет немного, вы понимаете, вот Сарептова, вдова Сарепска, да? У нее, кажется, немножко было, но это было для нее безопасностью, потому что она доверилась Господу. Интересно тоже, когда мы говорим, что есть еще такая жилищная безопасность, да? Ну вот, мы встречаем людей, когда проезжаешь, смотришь ограждение, сигнализации, там написано, какая компания охраняет и что, к чему. И не прикасайтесь, звезд заскрипит, запищит, будет кричать. И также стараются в машинах сделать сигнализации, чтобы не прикасались. И мы видим, что замки, там цепи вешают, разные решетки ставят, и даже охрану ставят люди. Но, насколько эта жилищная безопасность, она может, люди взламывают, люди находят пути, и это все получается, знаете, порой для человека чреватым. Потому что заходят в вороны и берут. И я как-то слышал один рассказ, когда их людей обокрали, залезли в сейф, и они жили несколько месяцев, даже не знали, что их обокрали, братья и сестры. Забрали все драгоценности, деньги забрали, а когда они кинулись, уже они, оказывается, несколько месяцев, они уже были обворованы, братья и сестры. А сколько сегодня обворованных людей живет на земле? Сколько? И даже не думай, что они обворованные. Дьявол обворовал людей сегодня, и они обворованные, живут, может быть, годами, может быть, 10, 20, 30 лет. И они не думают, что они обворованные. А какое-то печальное состояние. А Слово Божие говорит, имя Господа, крепкая башня. Сделал имя Господа. Познал ли ты имя Господа? Знаете, является ли оно крепкой башней? Не просто, знаете, Бог, не просто Бог, а имя Господа. Это что-то ближе, когда человек знает. Интересно то, что когда мы говорим слово Бог, то есть, когда мы слышим слово Бог, какая наша реакция? Какая наша реакция? Ну, люди говорят все, Бог, Бог, Бог говорят, да? Бывают даже и атеисты, говорят, употребляют слово Бог. И знаете, как-то она реакция, в принципе, но когда мы слышим, вот слово интересное, Господь. Какая наша реакция сразу? Вот мы услышали, кто-то сказал Господь. Знаете, а мы сразу настораживаем, а не верующий ли это человек? А знает ли он имя Господа? Знаете, сразу это потепление в душе. Вот это слово, как переводится, Адонай, это Господь мой, Господь мой, мой хозяин, мой. И знаете, это открывается, и мы понимаем, насколько это сразу потепление, потому что люди говорят, употребили это в другой форме. Господь. Братья и сестры, это очень приятно, очень хорошо. Знаете, есть еще физическая безопасность. Вот мы смотрели на инаугурацию нашего президента, да? Я думаю, кто смотрел, было интересно. Но мы видели, сколько людей на крыше находится, сколько людей там вокруг ходит. Здесь была задействована масса людей, которые занимались безопасностью каких-то людей. И чем выше состояние человека, тем больше безопасности. Но мы знаем, сколько было таких, которые убивали. Которые, знаете, не могли спасти даже эти телохранители. Например, Кеннеди, другие. Знаете, был момент, когда, знаете, люди не смогли сохранить. Может быть, они потом волосы рвали на себе, как это получилось, как мы это не предвидели, как мы это не знали. Но это все же таки ложная безопасность. Сегодня Слово Божие хочет, чтобы мы верили себя в руки Господа. И все это напрасно, если Господь не является нашей безопасностью. Нас не спасут земные продовольствия, ни бензин запасы, ни ремень безопасности, хотя это очень важно, если наш Господь не является нашей безопасностью. Братья и сестры, интересно, Давид сказал очень важные слова. Только в Боге что? Успокаивается душа моя. Братья и сестры, это очень важное слово для тебя и для меня. Только в Боге, только в Боге успокаивается душа моя. Интересно, когда мы читаем 126-й Псалом, Псалом, знаете, Псаломон пишет такие слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие Его. Если Господь не охранит города, напрасно, что бодрствует страж. Если Господь не сохранит...» Интересно, если... Господь, если так... Если Адонай не сохранит, если Адонай не оградит братья и сестры, то напрасно все это. Сегодня Слово Божие нас призывает, чтобы мы приняли Господа в свое сердце, чтобы Господь был нашей охраной и защитой. Темная ночь, представьте, Египет. Улицы пусты, никто не ходит. Земля Гесем, земля египетская. И там, и там люди стоят, сидят, может быть, находятся за дверями. Но есть разница, братья и сестры, но есть разница между теми и другими. И там люди, может быть, отдыхали, спали, и там люди спали. Но одни сделали безопасностью свой дом. Что они сделали? Они закололи агнца, помазали косяки двери своего дома. А Египет этого не сделал. Братья и сестры, для кого была безопасность? Для кого была безопасность людей? Да те, которые, знаете, поверили Богу. Которые, знаете, свои косяки дверей помазали, и они там находились в покое. Посмотрите, состояние людей, сегодня состояние людей без Бога. Когда люди, в какой-то момент в жизни приходит переживание, они начинают ерзаться. Почему? Потому что у них покоя нету. Потому что их безопасностью не является Господь. Они возлагают, может быть, на что-то другое. На что-то другое они возлагают свои надежды. Да посмотрите, что говорит Псалом 145. Интересная там мысль такая. Он говорит, смотрите, стиха написано. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух его, и он возвращается в землю свою, и в тот день исчезает все помышления. Блажен, кому поможет, что? Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога его сотворившего, небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность. Вечно хранящего верность. Интересно, да? Когда мы читаем много Псалмов, и Давид очень важная мысль говорит также в 4-м Псалме. Он говорит очень так тонко. И это очень важно. Посмотрите, сколько людей сегодня страдает бессонницей. Ну, есть некоторые люди по болезни. А есть люди, которые в переживаниях. И он говорит, 4-й Псалом, он говорит 9-й стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, что? Адонай. Ибо Ты, Адонай, един даешь мне жить, что? В безопасности». Братья, а вот она безопасность. Настоящая безопасность – это наш Господь. Это наш Господь. Сегодня мы, сегодня мы настолько должны довериться нашему Господу, отдать себе, верить свою жизнь Богу, чтобы, знаете, Господь был нашей охраной. Слово Божие говорит истину. Слово Божие говорит истину, что действительно Господь есть нашим спасением. Когда мы читаем много месячных писаний, примеров, я хочу остановиться на одном примере, который запишен из 4-го царства, чтобы мы могли поразмышлять и посмотреть на царя Иезекию, который, знаете, жил в очень сложных условиях. Когда, знаете, Синахирим царь Ассирийский окружил и, знаете, поработил многие города вокруг, людей поработил и обступил Израиля, Иерусалим. И, знаете, он хотел поработить и этих израильтян. Но мы видим, насколько они возлагали свою надежду на Господа. 19 стих, 18 главы, такие слова, говорит. И сказал им Рабцак, «Скажите, Иезекий, так говорит царь Великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужен совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если ты скажешь мне, на Господа, Бога вашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты жертвенника отменил Иезекия? Но насколько мы видим, он укорял и говорил, как бы поношение говорил, что посмотри на кого ты уповаешь. Посмотри, вот царь, на него нужно, он сильный. Посмотри на Ассирию, посмотри на Синахи Рима, какой великий царь. И Рабцак его, знаете, преувеличивал и унижал, унижал израильтян. Но мы видим, что когда мы читаем дальше, 29 стих. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет народ сей отдан в руки царя Ассирийского. То есть, как, знаете, уверенно говорит, как сильно, кажется, говорит, да? Он говорит, посмотрите, народ, посмотрите, посмотрите на вашего царя, на Иезекию, на его упование. Что это за упование? Но мы видим, насколько Иезекия мог, знаете, все это переодолеть и уповать. Когда мы, знаете, смотрим на 19 главу, и написано, и помолился Иезекия пред лицом Господним и говорит, Господи, Божий Израиль, сидящий на херувимах, ты один, Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю, приклади, Господи, ухо твое, и услышь, открой, Господи. То есть, он здесь говорит, Адонай, 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 услышь, услышь, помилуй. Он говорит, то, что у нас переведено, в основном, Господи, это употребляется имя Адонай. И он говорит, ты един, Бог, всех хранящих земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо твое, и услышь, открой, Господи, очи твои, и возри, и услышь слово Синахирима, который послал поносить Бога живого. Услышь слово Синахирима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали бахов их в огонь. Но это не Боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, который истребил их. Потому истребил их. Ныне, Господи, Божий наш, спаси нас от руки Его, и узнай, все царства земли, что ты, Господи, Бог один. Насколько его было твердое упование, доверие Богу, братья и сестры, как это хочется, чтобы это было в твоей и моей жизни. Чтобы Господь был наше упование. Имя Господа крепкая башня. И когда мы перейдем один листочек, и написано 34 стих, 19 главы, и буду охранять город сей, это говорит Господь, и буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего. Ради себя, он говорит, и ради Давида раба моего. И знаете, прошел ангел, прошел ангел, и 185 тысяч, как не было, как не было, какая сила, какое упование. Имя Господа крепкая башня. Имя Господа крепкая башня. Когда мы, знаете, перейдем в Новый Завет, мы посмотрим, насколько это важно для нас сегодня. Чтобы мы возлагали свое, возлагали свое, знаете, упование на Господа. Написано 4 глава, Деяния Среди Апостолов, 12 стих, ибо нет другого имени под небо данного человека, который надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, это сегодня говорит для тебя и меня, чтобы ты понимал, что нету другого имени, имя. Знаете, мы поем имя Иисуса. Оно нам так дорого. Оно нам дорого. Почему? Потому что Он пришел, чтобы спасти нас. В имени Иисуса Христа сокрыта теперь наша жизнь. В Нем теперь мы связаны, потому что Он пришел и умер за тебя и за меня. Сегодня как хочется, чтобы Иисус был другом твоим всю жизнь. Чтобы мы понимали, насколько это дорого для нас сегодня. имя Иисуса Христа. Сегодня люди, многие поносят имя Бога, но сегодня люди принимают Иисуса Христа в свое сердце и становятся одной семьей. Одной семьей. Сегодня Господь призывает, если ты не сделаешь этого в своей жизни важного шага, если Господь не является твоей, знаете, твоей крепостью, твоей безопасностью, то жизнь твоя проживается в пустую, потому что нету защиты. Что ты возлагаешь на, может быть, другие какие-то защиты, они не являются опорой. Они не являются опорой. Опорой является наш Господь Иисус Христос, как это сделал некогда в своей жизни царь Иезекия. Сегодня Господь призывает нас сделай опоры своей имя Иисуса Христа. И да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы больше и больше понимали, как это важно. И я думаю, что те, которые прожили, может быть, долгие годы верующими, знаете, это имя, оно нам становится еще дороже. Потому что с этим именем мы идем по земле. С этим именем люди шли умирать. С этим именем люди проливали кров. С этим именем люди, знаете, были в тюрмах, в других местах, лишились свободы. Но и там была свобода, потому что они укрывались в имени Иисуса Христа. Да, условия жизни были страшные, тяжелые, но имя Иисуса Христа облегчало их участь, потому что они понимали, что с этим именем Иисуса можно прожить, можно удержаться. Мы, знаете, поем такой псалом. Что за друга мы имеем? Нас он в жизни пробудил. В нем мы счастье имеем. В нем источник что? Вечных сил. Мы благодарны Богу за то, что мы сегодня дети Его. За то, что нам открылся. Что мы познали. И сегодня это слово, оно пусть останется, знаете, как печатью в твоем сердце. имя Господа крепкая башня. Вбегает в нее кто? Кто вбегает? Праведник и безопасен. Братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы помнили это убежище. Убежище в имени Иисуса Христа. Это просто счастье для каждого верующего человека. Аминь. Будем молиться. любящий нас Создатель Господь. Мы благодарны Тебе за все милости. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открылся нам и мы познали Тебя. Ты сегодня открывайся в Расске. Тебе, Господи, возношу душу мою, мою, душу мою, душу мою. Да, не постыжусь на Тебя уповаю, ибо Ты мой Бог. На Тебя надеюсь всякий день, на Тебя надеюсь всякий день, ибо ты, Господи, спасеньям моего. Укажи мне, Господи, пути Твои, Укажи мне, Господи, пути Твои, стези истины добра, стези истины добра. Стези истины добра. Прости согрешения, Прости согрешения, Согрешения Мои. Согрешения Мои. Победим, Господь, всем боящимся неба, Открывает свой завет, Открывает, открывает Свой завет. Бог Христа, и Бог Святая, как мальчок, она говорит, свосед небесный звуча, и сцена на дезду сиит. И Бог Христа непобедима, превыше горе, глубже рек. И Бог Христа, и Бог благая. К Тебе ко мне века век. Аминь. Это деточек, мальчиков и девочек. У нас детей. И у всех людей. Любовь плясает, украсает, вязать и любовь другим дарить. Очень маленькие дети, но узнав, что Христос, любящих детей на свете, сейчас спасение принес. Как Христос и детей люди, Он зовет сегодня всех. Вас Он очень нежно любит, и говорит, прости ваш грех. Бог не трягочка в зиму, но хочу и я славит Бога его, своего дела. Иисус Спаситель мой, я люблю тебя. Ты коня из-за тобой, ты тебе хава. Вместе играем Он и я, вместе играем Он и я, вместе читаем Он и я, Иисус и я. Дружба с Иисусом хороша, рвется к Нему моя душа. Вместе по жизни мы идем, Иисус и я. Дружба с Иисусом хороша, рвется к Нему моя душа, вместе по жизни мы идем, Иисус и я. Как чудесно он и я, все в этой песне он и я Как хорошо нам он и я, Иисус и я Дружба с Иисусом хороша, рвется к нему моя душа Вместе по жизни мы идем, Иисус и я Дружба с Иисусом хороша, рвется к нему моя душа Вместе по жизни мы идем, Иисус и я Всех зверюшек ты питаешь, все светочки поливаешь Нас, люди, ты не забыл, мы тебя благодарим Я прошу, чтобы твоя милость ежедневно нас хранила Чтобы отгел твой с небес наблюдать за мной везде Иисус мой дорогой, будь всегда везде со мной Днем и ночью на пути, я прошу, меня храни Все знакомых и родных, ты храни в руках своих Взрослые и дети все, пусть покоятся в тебе Куда бы и шла с мамой за руку я, ладони Иисуса, ладошка моя Я не заплачу, я не спокнусь, всегда будет рядом мой любимый Иисус Мы лишь мылись, я мочарка, мы они совсем не жарко Но грязь меня все смоет И не то, как оно стоит Если жизнь моя плоха и полно греха Задачка ведь проста Грязь умывает, кто хреста? Чистая, святая, очень дорогая, но скажу Понятно, надо на бесплатно Есть у крихи и дети У речки злые Есть запах, есть розы Есть запах И гады И сами И злые Живот Моё Дети И тос Спаситель любит все детей Он лучше идут до них Он хочет им счастливых дней И всех даров Спаситель любит все детей Он хочет им счастливых Он их держа в руках Благословлял ввиду людей Да, наш Иисус доклад Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А против веры сердца и боятся славы Он тоже сей за славы, он тоже сей за славы Господь крепкий сильный, Господь сильный прядь Господь, он нас за славы, Господь, он нас за славы Господь, он нас за славы, Господь, он нас за славы Господь у нас царь славы! Перед нашей молитвой, братья и сестры, Я хочу прочитать 40-й Псалом, несколько стихов. Здесь говорят такие слова Давид. Блажен, кто помышляет о бедном, В день бедствия избавит его Господь. Господь хранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложи его, И в болезни его. И сказал, Господи, помилуй меня. Я сказал, Господи, помилуй меня. И исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Братья и сестры, мы видим, что мы сегодня молимся Тех, кто на ложе болезни. И тех, кто также не имеет свободную душу. Мы также молимся о тех, Чтобы Господь открылся им, Чтобы они могли познать имя Его. И мы также молимся за тех, Кто несет разное служение. И мы знаем, что у многих наших миссионеров, Друзей, которые несут служение в разных местах, Чтобы Господь благословил их труд. И мы благодарны за то, Что Господь даровал операцию Елене перенести Лаурис благополучно. Брат Андрей благодарит и просит полного выздоровления. Мы слышали. Паула Лаурис, лечение предстоит. Ленин Гитцбург, обследование. Желающие для миссионерской поездки в Индию. Мы знаем, что предстоит в марте поездка, И некоторые из нашей церкви также едут. Миссионерская поездка. Мы знаем, что семья Киреневых Уже несет долгое время служения, Чтобы Господь благословил. Благословил огонимой церкви по всему миру. Мама Алексея Иконова болеет, Неверующая наша в городе. Аргентина, Павел Панасюк там. За тех, о ком мы молимся. Игорь Миленчук, Гончарова ребята, Ваня Николая Красногоры, Алексей Белоусов, Алексей Бауман, Павел Ларус, Лехопер... Химиотерапия, чтобы Господь все устроил. И также мы молимся за Библейский трак, который свидетельствует о слове, о Библии, чтобы имел благословение. Он скоро и в нашем городе будет, братья и сестры, летом. Так что мы молимся, чтобы Господь благословил это. Братья и сестры, которые в Турции несут служение и в других местах, чтобы Господь благословил, мы просим молиться и об этом. Я знаю, что в других странах, где легко сеять, а в других местах, где трудно сеять, но там нужно тоже сеять. И мы ей благодарны за наши братья и сестры, которые это делают. И мы сейчас, вставшие, будем молиться, чтобы Господь благословил. По два, по три человека, Как раз, пусть сейчас будет благословить нас всех в молитвах. Молимся. Молимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему же мой путь так тяжелый? И по нему мне так трудно идти, потому что я думал, что шел, и тогда как стоял на пути. Много падал я на пути. Много видел я горя и слез, но хочу утешение найти в том, что видел все это Христос. Не скрывая от светлых ночей, Иисуса ошибок своих, на коленях бессонных ночей, я нашел утешение от них. И теперь верю я всей душой, что упрощен и на верном пути. Дай же силы мой царь и мой Бог, мне на нем свое счастье найти. Субтитры сделал DimaTorzok Мне на нем свое счастье Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И благодарность тому Что не мы избрали его, а он нас избрал И что мы находимся в числе детей его Я бы хотел вместе с вами прочитать Весь Псалом 15 И затем мы просуждаем Песня Давида Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю Я сказал Господу, ты Господь мой Благо мои тебе не нужны К святым, которые на земле И к дивным твоим, к ним все желание мое Пусть умножается скорби у тех, Которые текут к Богу чужому Я не возлю крова у хозлияний их И не помяну имен их устами моими Господи счасть наследия моего И чаши моей Ты держишь жребий мой Межи мои прошли по прекрасным местам И наследие мое приятно для меня Благословлю Господа, Образумившего меня даже и ночью Учит меня внутренность моя Всегда видел я пред Собою Господа Ибо Он одесну и меня не поколеблюсь Оттого возрадовалось сердце мое И возвеселился язык мой Даже и плоть моя успокоится в уповании Ибо ты не оставишь души моей в аде И не дашь святому твоему увидеть тление Ты укажешь мне путь жизни Полнота радости пред лицом твоим Блаженство в деснице твоей Храни меня Боже Ибо я на тебя уповаю Желание было Давида И понимание всей его жизни Что упование Вот мы читали даже Было раньше сказано Когда царь ставил Вопреки на кого вы будете надеяться На Египет И так он такую фразу провел Как я так наверное понимаю Вы попытаетесь попросить у них помощи Но и Сами как бы не получите ее Потому что такой фараон Такой он сам по себе То есть он будет использовать выгоду Из того чтобы Не вам помочь А чтобы себе Взять выгоду И второй стих И говорит Я сказал Господу Ты Господь мой Благо мои тебе не нужны Благо мои тебе не нужны Я смотрел слово благо Как бы есть благо Есть благо Как бы В состав благо входили В основном считали вещи Если взять государство То считались те вещи Которые в дефиците Которых потребление нужно много Но и его недостаточно есть И вот эти такие вещи считались Как бы в качестве блага И вообще наверное Это как бы наверное Какое-то состояние считается И здесь Давид говорит Что благо мои тебе не нужны В английском переводе Если вы посмотрите Говорится You're my lord My goodness is nothing apart from you То есть Все что я имею Без тебя оно ничто То есть Если нету тебя со мною Оно ничто И Давид как никогда понимал Что даже то что Все что он имеет Это не его Он только стал как бы Частью наследия И о чем он говорит ниже То есть То в чем он находится Это не его заслуга Потому что он как бы Своими делами Достиг этого Но он понимал Что за все это время Рука Господня благословляла И благодаря Господу Все что он имеет Это от него И он говорит Смотря на жизнь И я думаю Что наверное Посмотрев цари Которые были У израильского народа Которые прошли действительно Путем Господним Они понимали Что это действительно Благословенный путь Это действительно путь Который приносит плод И дальше После их смерти И Давид размышляет Что к святым Которые на земле И к дивным твоим К ним все желание мое То есть он стремился К тому Чтобы обращать внимание На тех людей Которые с Господом Которые прошли путь Которые На которых можно было посмотреть И он говорит Что пусть умножается скорби У людей Которые идут к Богу чужому Он понимает Что Как бы сами Вы сами себе виноваты Вы выбираете этого Бога Который вам не поможет Ни в чем Он не есть живой Он не есть помощник Вы просто заблуждаетесь И если вы выбираете этот путь То это вы сами себе виноваты И пусть умножаются во скорби Вы хотите А мой Бог Он помогает в моих проблемах В моих переживаниях В трудностях Он всегда со мною То есть я буду надеяться На Бога живого И Господь Есть часть наследия моего И чаши моей То есть часть наследия Это Я смотрел наследие Ну как бы Потому что в моем познании Как бы было такое Что наследие всегда Говорилось к детям Вот Пострел на детей Это наследие мое Хотя это по По русскому языку Правильно надо называть Наследники По отношению к детям А наследие это то Что передается И Слово наследие Это то что Человек принимает С предыдущих От предыдущих людей От предыдущей истории Если брать по отношению Государства И он говорит Господь часть наследия Он принял его И чаши моей По отношению к чаши Как бы Смотрел Думаю Причем здесь чаша И в русском словаре Там конечно не имелось Ввиду просто чаша Но есть выражение Полная чаша Это означало Полное благополучие дома Своего Полная чаша Благополучие дома И мы видим что И держишь жребий мой То есть он понимал Что жребий Судьба Жизнь Давида Она находилась Полностью в руках Господних И это ему было приятно Затем он говорит Межи мои Прошли по прекрасным местам И наследие мое Приятно для меня И насчет межи Я всегда представлял Что как бы Путь По которому Человек идет Дорожка Или как жизненный путь Ну а это также Имеет в виду межи мои Это имеется в виду Границы И написано Границы мои Прошли по прекрасным местам То есть То что Господь дал ему Земляные границы Потому что имеется в виду Часто межи Это границы участков То есть Даже там где он жил Там где он находился Это были прекрасные места И наследие мое Приятно для меня То есть опять же Наследие Мое И Слово Божие Так же говорит Я обратил внимание Что когда Самуил Помазал Саула Для того чтобы быть царем То в начале Не говорится даже Чтобы помазать царя А Господь говорит В правителя И в правителя Кого? И он пишет И взял самуил Сосуд с Илеем И вылил на голову И поцеловал его И сказал Вот Господь Помазывает тебя В правителя Наследия Своего То есть правителя Наследия И Давид наверное Понимал что В народе Который он находился В избранном народе И смотря на то Что Господь Являлся Хозяином Мастером И Отцом этого народа И Давид Смотря на все это И он говорит Наследие мое Приятно для меня Благоставлю Господа Вразумившего меня Вы знаете Я думаю что Довольно таки Приятно осознавать Я думаю каждому Из нас Кто действительно Уверовал в Иисуса Христа Кто следует за Ним Что мы не жалеем О том что Мы на этом пути Мы не жалеем о том Что мы являемся В семье христиан Потому что Стоит все таки Просто даже Выйти за пределы Этого молитвного дома Оглянуться на этот мир Посмотреть Чем люди живут Как люди живут Без Бога И я думаю что Можно ужаснуться Потому что У этих людей Нету даже Такой Может какой-то Уверенности В жизни Надежды И в трудностях Они часто мятутся Потому что Они знают Как быть У нас Мы знаем Прошли выборы Понятно это Выбрали человека Но Знаете Я спокоен Потому что Мы знаем Мы в Господних руках Как Господь поведет Он своих людей Защищает И ведет Многие из нас Прошли Через трудные времена Которые Я не хочу Высок на те слова говорить, вот я такой умный, я своими делами достиг чего-то, но разумнее будет понимать, да, мы прилагали какие-то усилия, но разумнее будет понимать то, что Господь благословлял, Господь благословлял наши руки, наши дома, наши семьи, наших детей, и это прекрасно, потому что мы можем оглянуться и посмотреть, что это действительно благословение быть в числе детей Божьих. И пусть эти слова, которые говорятся здесь, как Давид сказал, «Благо мои не нужны тебе». И действительно, я посмотрел, был такой пример, по-моему, наверное, в английской Библии, когда подписываются под стихами, и говорится, там была такая фраза, что Давид понимал, что он не может не дать ничего Богу, потому что это как бы, когда ребенок дает вам какую-то игрушку, и говорит, папа или мама, я дарю это тебе, и вы понимаете, что вы же эту игрушку купили ему, вы ему приобрели, но приятно то, что они хотят дать вам их качество, и это приятно. И также Господу, да, мы посвящаем, мы делаем какие-то дела, тратим какие-то финансы для Господа, и это приятно Богу, но мы понимаем, что Господу благо наши не нужны, потому что все это по-любому пришло от Него, это Он дает, это все Его. Но Господь желает то, чтобы мы стремились к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое, чтобы у нас было общение с друг другом, чтобы мы возрастали в этом. И я когда вспомнил, наверное, было почти перед уездом, ну, наверное, мое такое раннее детство, я вспоминал, что насколько были приятные те моменты, вот когда приезжали какие-то братья-миссионеры, да, и вот приглашали кого-то в гости, этого брата в гости, и как все потом собирались, много знакомых, семей, всех приглашали, другого дом наполнялся, там, наверное, сесть негде было, пройти негде было, и все стремились к тому, чтобы пообщаться с братом этим, пообщаться с Господом, каких-то взять примеры, и это было прекрасно, я думаю, что это прекрасная традиция, это было прекрасное такое явление, и это Господь делает. И пусть Господь благословит, чтобы наше общение с друг другом, оно не прекращалось, и вся наша жизнь направлялась к тому, чтобы быть вместе со святыми Его, к дивным, и всем желание мое. Пусть, как Давид говорил это Господу, Господь все дальше устроит. Ему за все честь, слава и поклонение, и благодарность за то, что у нас есть великий и любящий Бог. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что многие прошли через это Сегодня многие, и они опять мы возвращаемся и говорим, Господи, прости, потому что Ты, Ты это сделал ради нас, любя. Мы благодарны Богу, братья и сестры, за то, что когда мы падаем, Он подымает. И когда, знаете, у нас нет силы, Он дает силу. Когда мы немощны, Он дает нам перенесть и даровать нам силу победы. Мы благодарны нашему Господу. И сегодня мы проставляем Святое Имя. Интересно, Ты, Господь мой, благо мои, Тебе не нужны. Я смотрел другой перевод, знаете, и там говорится, Ты, мой Владыка, лишь от Тебя исходят все благословения мои. Лишь от Тебя исходят все благословения мои. Слава нашему Господу, что Он нас благословляет. И живя в этой стране, сегодня мы должны больше всех, наверное, благодарить Бога за все благословения, за то, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. И, как говорит апостол Павел, мы благодарны нашему Господу. Наше служение пошло к концу. Следующее служение у нас будет сегодня в 6 часов вечера. На неделю у нас служение проходит в четверг в 7 часов. Я хочу сказать, что следующее воскресенье вечером у нас будет здесь постановка детская иона. И мы все приглашаем, особенно приглашайте всех, кто говорит на английском языке, потому что все будет на английском языке. Мы просим, чтобы приглашайте детей, может быть, соседей, чтобы они могли приходить. И могли услышать об этой истории. Я думаю, что многие знают эту историю. Я думаю, что верующие люди тоже знают об Ионе, да? Что какая-то рыба там кого-то проглотила. Они даже, может, имени не знают, но они знают эту историю. Мы благодарны Богу за то, что можем этим послужить, нашим Господом. Я хочу сказать также, что... Сестры, братья сестра, останьтесь на 5 минут. Ирина просит... Бурыкина, чтобы вы остались, сестры, на 5 минут всего лишь. Хорошо? Александр Айсмак, пожалуйста, твое объявление. Братья и сестры, у нас есть такая возможность, кто заинтересованный. По Ирии организации от многих церквей, они делают разные работы по городу. Это называется Serve Ирии. Я думаю, не помешало, если бы мы тоже подсоединились к этой работе. Следующая дата, когда они будут собираться, это будет 11 марта. Это будет суббота с 8 до пол первого дня. И я повешу там объявление в том большом зале. Здесь, если кто заинтересованный, можете написать свое имя и какие у вас есть таланты. Большинство работы это покраски, может быть, какое-то строительство, уборка. И эта работа, ну, в принципе, каждый может делать. Я пару раз был на этом Serve Ирии, еще с братом Борисенко, нам очень понравилось. Я думал, если было бы хорошо, если особенно кто с молодежью может подсоединиться. И это будет собираться в Grace McCain Church в 8 утра там. И там потом на автобусах отвозят на точки, где будет проходить работа. Если у кого есть еще вопросы, можете ко мне подойти. Спасибо. Дорогие братья и сестры, как дядь Паша уже сказал, через неделю у нас будет сценка. И я понимаю, что она по-английски, но, пожалуйста, приходите все. Потому что это есть для наших детей. И был бы... Поддержкой. Поддержкой, да. Прекрасная была поддержка для детей. У нас будет дополнительная, как вспевка, или как для детей, в эту среду с 6 до 8. Пожалуйста, все родители, которые, дети участвуют с 6 до 8, все костюмы уже должны быть здесь на месте. И мы уже костюмы будем здесь оставлять, чтобы туда-сюда не носить. Спасибо большое. Вспомнила. В следующее воскресенье дети должны быть здесь 4 часа. Мы здесь будем сценку еще один раз, последний раз проходить. Мы их будем здесь кормить, light snack. И потом уже будем 6 часов приходить, пожалуйста, сюда. Проведите детей вовремя. У нас есть пригласительные братья и сестры, можете взять и приглашать. Они на английском языке, пожалуйста, очень интересные, такие красочные. А еще, знаете, такой вывешен новый график дежурств по уборке нашего молитвного дома. Пожалуйста, можете посмотреть, там увидеть свое имя, возрадоваться, что у вас есть возможность еще потрудиться, как мне нравится, как Сергей говорит, святым. Это, знаете, мы все святые, братья и сестры, когда мы можем потрудиться друг для друга, да благословит нас в этом Господь. Если здесь приветы, пожалуйста, можете передать. Харисбург мы принимаем. Денвер. Торонто. От Юрия принимаем. За первые приветы мы сердечно облагодарим. И просим передавать от нашей церкви всеми ведущих Господа привет. Просим. Просим.